Мы сделали колесо из пеноплекса и приклеили по его диаметру черную полоску. Катнем колесо и заснимем его движение. Просмотрим получившийся фильм по кадрам. Посмотрите, нижняя часть полоски на всех кадрах получилась четкой, а верхняя сильно размазалась, как будто верхняя часть колеса движется быстрее нижней. Но как может одна часть колеса обгонять другую, если все колесо катится с одной скоростью? Когда колесо не катится, а скользит, его движение является поступательным, и все его точки движутся с одной скоростью v. Но катящееся колесо еще и вращается вокруг своей оси, так что все точки на ободе движутся по окружности со скоростью v. Эти два движения складываются, и в результате получается, что относительно дороги нижняя точка колеса вообще не движется. Ось движется со скоростью v, а верхняя точка движется со скоростью 2v, то есть в два раза быстрее оси. Чтобы увидеть это, сделаем простой опыт. Поставим колесо рядом с вертикальным стержнем и прокатим его на небольшой угол. Верхняя точка и в самом деле сместилась вдвое дальше центра, а нижняя точка практически осталась на месте. В системе отсчета дороги колесо вращается вокруг неподвижной нижней точки, которая поэтому называется мгновенным центром вращения. Чтобы лучше представить это движение, заменим окружность на многоугольник с большим числом вершин. Такое угловатое колесо поочередно поворачивается вокруг каждой из своих вершин. А в круглом колесе это движение становится непрерывным. Понятие мгновенного центра вращения позволяет объяснить один удивительный опыт. Возьмем катушку с ниткой и положим ее на стол так, чтобы нитка выглядывала из-под катушки. Легонько подтянем за нитку. Катушка при этом начинает неожиданно быстро двигаться в том же направлении. Такой же опыт можно сделать и с нашим колесом. Почему же колесо катится вслед за рукой, наматывая нитку на себя? Скорости точек колеса пропорциональны их расстояниям до мгновенного центра вращения. Пусть веревка вытягивается со скоростью v. Тогда скорость центра колеса u во столько раз больше скорости вытягивания веревки, во сколько раз радиус колеса r больше плеча веревки l. У нашего колеса радиус в 5 раз больше плеча веревки, поэтому и его скорость в 5 раз больше скорости вытягивания веревки. Субтитры создавал DimaTorzok